Через руки рабочих и сельхозтехнику к концу уборочной пройдет 4000 тонн моркови. Ее посевы занимают 60 гектаров, а еще в хозяйстве 80 гектаров салата, 20 капусты и 10 свеклы. Таковы уборочные площади одного из самых крупных производителей овощей в регионе. Пока большинство культур только готовится покинуть нагретое солнце места, салат выбился в лидеры. Собрали уже почти 1200 тонн. Мы планируем на следующий год увеличиться в салатах, если в этом году мы выращиваем 1600 плановые, то на следующий год мы будем планировать 2500 тонн салатов выращивать. Дальше у нас в планах идет создание тепличного комплекса легкого. То есть мы его создадим в этом году уже до нового года. Для выращивания бэби-лифов. Это травки, наши руколы, шпинат, мангольд. На прилавки попадут только самые сочные и хрустящие, идеальные представители айсберга. Те, что вызывают сомнения, останутся на поле. Слезаем аккуратно, чтобы он был чистый, красивый, без гнилья. Красивый вид, чтобы был рентабельный, чтобы покупался хорошо. Складываем ящики, потом увозят у нас в холодильники, здесь сразу грузят, покупают люди, заказывают. Все, что убирают сейчас, сразу же идет в продажу. В полную силу уборочная кампания заработает во второй половине сентября, когда начнется закладка на хранение. Первой на очереди станет морковь. Урожаем салата может похвастаться и другое ростовское хозяйство. Кроме овощей здесь ожидает большой урожай зерновых и кормовых культур. Убрано 51% площадей, что составляет 1075 гектар. По валовке где-то идет от прогноза 45% 3590 тонн. И по кормовым культурам первую часть сенажа мы закрыли, порядка 36 тысяч. Впереди еще в сентябре-октябре это заготовка силоса кукурузного. Кормозаготовка ведется во всех районах области. Заготовлено 170 тысяч тонн всех видов кормов. Это около 20 центнеров на одно животное, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Общая посевная площадь сельхозпредприятий региона почти 290 тысяч гектаров. В этом году аграрии из областного и федерального бюджета получили более 300 миллионов рублей. 75% субсидий было направлено до начала посевной кампании и перечислено по итогам, по прогнозным площадям. Оставшаяся часть направлена по итогам уже посевной кампании, по фактическим площадям. Также в текущем году порядка 50 миллионов рублей предусмотрено на приобретение техники, технологического оборудования. Около 12 миллионов рублей на производство и приобретение семян. Также ведется прием документов на предоставление субсидий на ввод в оборот земель сельхозназначения. На данное направление предусмотрено около 60 миллионов рублей. Ксения Старцева, Сергей Мазила. В День событиях.